В Наринмаре на базе 4-й городской школы открывается профильный класс для будущих врачей. Это стало возможным благодаря подписанному в конце прошлого года соглашению о сотрудничестве между Северным государственным медицинским университетом и администрацией Ниньского округа. Стороны намерены сотрудничать в сфере науки, доузовской подготовки, высшего и среднего образования, а также непрерывного медицинского образования. Создание класса естественных наук является первым шагом сотрудничества. Девятиклассница Карина планирует выучиться на психолога. Теперь, по окончании девятого класса, ей предстоит учеба в профильном медицинском классе. Карина уверена, в выборе и трудности ее не пугают. Я хочу уйти 10-й, 11-й, 4-ю школу, а потом уехать в Питер в институт. Там очень сложно, очень большая нагрузка, нужно много терпения, нервов, но почему бы не попробовать? Еще одна выпускница девятого класса, Александра, намерена пройти обучение в медицинском профильном классе. Девушка всерьез задумалась о довузовском образовании за пределами округа, но возможностей не было. Сейчас, если откроется медицинский класс, то это будет очень большой плюс, потому что я смогу выучиться, получить медицинское образование хорошее и поступить в хороший институт. И быть хорошим врачом, это будет прекрасно, потому что я смогу осуществить свою мечту. Профильный класс для будущих медиков не новинка. В свое время подобная профориентационная работа уже проводилась в округе. Планируется, что медицинский класс откроется на базе четвертой школы. Новый класс, это медицинский класс, где будет обязательно медицинская подготовка, латинский язык, медицинский английский. Будет на другом уровне преподаваться биология и химия, потому что главное, это не просто поступить в наш вуз. Наша задача, что ребята поступили, могли закончить и вернуться специалистами в свой родной город Наринмар. По словам Марины Меньшиковой, в городе есть все возможности для полноценной подготовки будущих врачей. Заниматься узкопрофильными предметами, такими как латинский и медицинская практика, с ними будут преподаватели социально-гуманитарного колледжа отделения «Сестринское дело». База хорошая, потому что мы уже работали с этой школой, преподаватели биологии и химии высшей квалификации, поэтому они смогут по нашим программам, с нашими пособиями перейти с ребятами на совсем другой уровень. Кроме того, в мае этого года проект совместного научно-образовательного центра Архангельской области Ненецкого округа будет представлен президенту России. Базовой площадкой для его создания выступит Северный Арктический федеральный университет имени Ломоносова.